У-у-у-у Ах Знаете, что самое лучшее с утра? Просыпаться, когда твоя соседка не ночевала дома. Просто вот такое утро у меня сегодня. Вау. Я почему-то уверена, что я сегодня не закончу это видео. Да, Настя, давай сразу раскроем все секреты, чтобы вы напрасно не смотрели до конца. Да я недавно нашла эту книгу с Саймон Хартли. И я очень думаю, что вам нужно прочитать потому что здесь, блин, 100 страниц, ну, 100 страниц в книге, представляете? Ее можно прочитать за, я не знаю, наверное, час, так что прочитайте, пожалуйста, эту книгу, потому что единственное утро сегодня, когда она начинается у меня с книги, а не с еды. Вот если вы думали, что почему Настя решила снять влог, когда не снимала три дня, то как бы вот почему, потому что, блин, выпал снег самый настоящий здесь. Мне кажется, этого не было здесь уже столетиями, ну, это нереально. Снег здесь, в Австрии, мы никогда об этом вообще не слышали. Вы знаете что, ребята, мне кажется, мне кажется, меня эта страна просто испортила, потому что здесь минус пять всего лишь, наверное, а у меня такое чувство, что уже минус двадцать пять, я не знаю. Я, как вы там в Минске живете или в других странах, я не знаю, но... О, боже, это ужасно. Я надеюсь, что я когда приеду, то будет плюс десять или что-нибудь такое солнечное, потому что это ужас, невозможно, у меня прям сердце трясется от холода здесь. Так что лучше жить там, где минус двадцать, потому что когда приедете туда, где минус пять, будет гораздо легче это пережить. Так что закаливайтесь, в общем говоря. Можно мы сейчас просто возьмем секунду, чтобы оценить кое-что, что я сегодня купила? Вол! А еще мне недавно было день рождения, и... ну как недавно, вчера. И мне подарили такую огромную чашку, которая, я не знаю, мне кажется, это единственная вещь просто, которая больше, чем половина моей головы. Чтобы вы понимали, то вот размер моей головы, и вот, как бы, где свет, а? И вот, как бы, чашка. То есть, ну, вы понимаете вообще, да, вот, какая она огромная? Так что спасибо Дэми, которая подарила мне эту чудесную красоту, из-за которой я теперь хожу в туалет каждые десять секунд. Недавно я смотрела Comedy Club, Comedy Battle, точнее, почему-то не знаю, почему просто зашла туда. И, в общем, есть такой чувак, который зовут Андрей Шарапов. Воу, какой курсор огромный! Вы видели это? Нифига себе! Воу, офигеть! Ну-ка еще раз, офигеть! Вот это да! Он выступал на Comedy Battle, и он очень круто выступает в теле Стендап. Я вам оставлю ссылку на это видео, и, наверное, на другие, если я найду на его стринцы. Я не знаю, в общем, я как столкер сам настоящий, но просто я хотела про него рассказать сейчас, потому что он реально очень клевый, и мне очень нравятся его шутки, они все-таки логичные, имеют смысл, и с них можно смеяться. Как всякая типичная девушка, наверное, я проштудировала его твиттер со смешными шутками, и самая смешная, которая мне понравилась, это вот эта. В дипломе было столько воды, что в разделе источники было указано скважина номер 46. Ну так могут шутить, только продвинутые комики. Так что, Андрей Шарапов, тебе респект. Нет ничего лучше, чем когда твоя соседка не ночует дома. Поверьте, ребят.